Здравствуйте! Это новости на телеканале СКАД, в студии Катерина Калантаевская. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Вообще ощущения непередаваемые от того, что это последний день, когда мы слышим школьный звонок. И слезы, и радость. В столице губернии прозвучал последний звонок для выпускников 11 классов. 15 раз проводится единый государственный экзамен. Он трудный самый. Финальный этап школьного обучения ЕГЭ начинается для выпускников на следующей неделе. И знаков стало гораздо больше на каждом перекрестке, чем было в советские времена. Внимание, летние каникулы. Госавтоинспекция проводит мероприятие для снижения числа аварий с учетом несовершеннолетних. В правительстве Самарской области продолжаются кадровые перестановки. В пятницу утром стало известно, что Ольга Рыбакова покинула пост министра культуры. Такое распоряжение подписал губернатор Николай Меркушкин 22 мая на основании личного заявления руководителя областного Минкульта. Некоторые издания уже назвали это решение «отставкой года». Причина столь бурного и шумного обсуждения очевидна. Ольга Рыбакова возглавляла областной Минкульт с 2004 года, то есть целых 11 лет. Временно исполняющим обязанности министр культуры назначен Сергей Филиппов. Ранее он занимал должность руководителя департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области. К своим обязанностям Сергей Филиппов приступит 25 мая. На подготовку к госэкзаменам у выпускников остается несколько дней. ЕГЭ по географии и литературе состоятся уже в понедельник. О новшествах этого года рассказали в областном министерстве образования и науки. Этот год юбилейный. В нашем регионе единый госэкзамен проводится уже в 15-й раз. На федеральном уровне нововведения происходят регулярно. И эта аттестация не исключение. Эти новшества мы отработали уже на этапе досрочном, который у нас проходил в апреле. Поэтому абсолютно точно могу вам сказать, что Самарская область готова к проведению государственной итоговой аттестации. Новым является то, что 80% аудитории будут оборудованы камерами видеонаблюдения и следить за ходом ЕГЭ теперь можно онлайн. Кроме того, в пунктах приема экзаменов оборудованы специальные места, где школьники могут оставить вещи. Организаторы призывают отнестись к формальным требованиям серьезно и не брать с собой ничего, кроме ручки, паспорта и воды. В случае нарушения и в случае обнаружения сотового телефона участник будет удален с экзамена без права пересдачи в текущем году. К сожалению, моему глубокому в этом году на досрочном этапе мы удалили одного из участников и он лишился возможности получить аттестат в данном учебном году. Новшеством стала процедура допуска к экзаменам. Для этого выпускники писали сочинения. ЕГЭ предстоит сдавать 15 тысячам человек. 14 тысяч закончили школу в этом году. Очень многие выбрали математику, а тех, кто сдает физику, в губернии оказалось на 14% больше, чем в среднем по стране. В этот раз свои результаты дети смогут узнать самостоятельно. Будет работать сервис в интернете. Юлия Клюнова, Олег Палов, СТВ. Последний звонок прозвучал во всех школах страны. В Самарской области этот день отпразднует 13 тысяч старшеклассников. Из них более 5 тысяч в Самаре. Выпускников сразу трех школ Кировского района города поздравил председатель Самарской думы Виктор Сазонов. В их числе и 34-я школа. На торжестве побывала и наша съемочная группа. Ученик 11-го А-класса Дмитрий Гришин говорит, что 11 лет в школе пролетели незаметно. За все это время бывали моменты, которые сейчас вспоминаются со смехом. Ну, помнится, в прошлом году, как-то в конце мая у нас, нам уже не хотелось больно учиться. И был урок общества знания. Мы всем классом его прогуляли, так сказать. Потом на следующий день мы так и получили, что больше не прогуливали. Сейчас не жалеешь об этом? Да как-то уже нет. Наоборот, веселый момент запоминается больше. К этому событию девушки готовились заранее. Кристина Грачева заказала свой праздничный школьный наряд еще год назад. Выпускницы называют свою школу вторым домом. Исключительно только хорошие. Ведь школа – это детство, где мы растем, учимся. Получаем не только знания, но какой-то жизненный опыт. Каждый пятый выпускник в городе из Кировского района. 39 выпускников и 4 медалиста. Результат работы учителей 34-й школы отметил председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов. И, безусловно, вот именно сегодняшние выпускники – это будущие очень хорошие специалисты, которые будут внедрять высокотехнологичное производство, которые будут овладевать большими знаниями и прославлять. Будут прославлять свою школу, будут прославлять свой город, будут прославлять нашу великую Россию. Последний звонок – это своего рода проводы во взрослую жизнь. С 25 мая у ребят начнется горячая экзаменационная пора. Анастасия Шамшурна, Николай Пифанов, Филипп Корецкий, СТВ. В гимназии «Перспектива» также чествовали выпускников. С каким настроением пришли молодые люди, узнали корреспонденты СТВ. Поздравляем! Поздравляем! Самые первые поздравления звучат от первоклашек. Пока молодые люди поднимаются в зал, на каждом этаже их встречают цветами. И юные школьники искренне не понимают, почему у многих выпускников на глазах слезы. Я пришла с хорошим, с волнением таким, но сейчас просто слезы текут от грусти. Настроение очень волнительное, такой ответственный день и вообще ощущение непередаваемое от того, что это последний день, когда мы слышим школьный звонок. Эстафету поздравлений подхватили учителя гимназии «Перспектива». Педагоги признаются, что в течение многих лет стремились дать лучшее образование, поэтому в способностях своих учеников они ни минуты не сомневаются. Хочется вам пожелать, дорогие наши выпускники, чтобы все намеченные цели, которые вы поставили перед собой, обязательно исполнились. Чтобы вы успешно сдали и прошли этот рубеж Единого государственных экзаменов. И, конечно же, поступили те высшие образователи учреждения, которые вы забланировали. Вчерашние школьники тоже не скрывают своих эмоций. Слезы наворачиваются. За 11 лет я сейчас учился. Сидел с ними все время, а сейчас нет всего. Мы выпускаемся! Уже в понедельник выпускников ожидает первые испытания ЕГЭ, поэтому чаще всего со сцены звучат пожелания удачи на предстоящих экзаменах. Катерина Контаевская, Николай Сидоров, СТВ. В студии появился мой коллега Александр Семенов со своей традиционной рубрикой «Ваши деньги». Здравствуй, Саша, о чем сегодня пойдет речь? Здравствуй, Катерина. Информация не из приятных, но все же промолчать они. 75% сотрудников компании ощутили влияние кризиса. Такую информацию предоставляет Headhunter. 29% опрошенных признались, что их уволили. 28% что им уменьшили денежные премии. 22% сократили заработную плату. Еще 6% сотрудников перевели на неполную рабочую неделю. В 9% случаев компании реформировали соцпакет. ДМС, оплату питания, оплату мобильного телефона. На 4% респондентов ответили, что их отправляют в отпуск без сохранения жалования. А 3% перевезены на сокращенный рабочий день. Больше всего сложившаяся экономическая ситуация повлияла на автомобильную отрасль, строительство, сферу управления персоналом, медицинские и фармацевтические отрасли. С февраля по май этого года курс доллара слез с пиков 70 рублей и закрепился на отметке 50 рублей. Таким образом, американская валюта упала по отношению к рублю на солидные 29% евро на 27. Однако большинство россиян не заметили уменьшения цен на продовольственные товары. При этом, когда иностранная валюта дорожала, цены также ползли вверх. А вот обратного процесса, по мнению наших соотечественников, не произошло. Мы поинтересовались мнением самарцев. Заметили ли они снижение цен на товары? Чего-то пока не заметили. Большой попадение цен нет. А как цены дорогие, как считаете, стали? Ну, мы уж пенсионеры, привыкли к таким. Вроде бы привыкли. Но, конечно, нас тоже не волнует это странное положение. Не замечаю. То есть все на прежнем уровне остается? Ну, для меня как-то да. Конечно, имеется. А в какую сторону? Ну, дорожает все. То есть по-прежнему все дорожает? Конечно. А на что заметили? Ну, продукты. Больше всего продукты. Мы наблюдаем за продуктами. А теперь расскажу о ценах на прилавках города. На этой неделе подешевели овощи. Популярные в это время года огурцы и редис в среднем снизили свою стоимость на 2 рубля за килограмм, помидоры на полтора. Это в первую очередь связано с сезоном. Кроме того, немного скинуло и молочка. Кефир минус 1 рубль, ряженка минус 70 копеек. А вот это уже напрямую связано с акциями в крупных сетевых супермаркетах. Свинина несколько подорожала на 1 рубль за килограмм. Остальные продукты питания остались на прежнем уровне. И на этом у меня все, Катерина. Берегите ваши деньги. Спасибо, Саша. Ну, а мы продолжаем и смотрите во второй части нашей программы. И знаков стало гораздо больше на каждом перекрестке, чем было в советские времена. Внимание, летние каникулы. Госавторская инспекция проводит мероприятие для снижения числа аварий с учетом несовершеннолетних. Продолжаем выпуск. Всероссийский форум «Наследники победителей» проходит в губернии. Он объединяет представителей общественных, государственных и религиозных институтов. Церемония открытия прошла в Самарском театре оперы и балеты. Моя коллега Юлия Кленова с подробностями. Участники съехались из регионов Привожья и обеих столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Идея провести церковно-государственный форум принадлежит митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию. Открытие назначили на большой православный праздник – День Николая Чудотворца. Мероприятие приурочено и к двум другим важнейшим датам – тысячелетию со дня представления князя Владимира и 70-летию Великой Победы. За три дня форума состоится конференция и круглые столы, литературные чтения и детский фестиваль. Все они направлены, в том числе, на сохранение исторической памяти наших предков. В России, как бы ни хайли ее, ни унижали, ни чернили – это великая держава, Богом храним, и мы все это знаем. Выступавшие отмечали – воспитывать уважение к своим корням нужно с детства, поэтому многое в программе форума рассчитано на школьников и молодежь. Наш общий долг – передавать новым поколениям любовь к родной истории, к культуре, воспитывать чувство гордости за наше детство. И, конечно, еще раз хочу сказать, мы должны очень хорошо знать нашу историю и делать все, чтобы это передавалось широким слоям населения подрастающему поколению. Площадками для проведения церковно-государственного форума станут образовательные и религиозные учреждения Самары-Тольятти. Пока это новый для губернии формат, начинание, которое должно получить дальнейшее развитие. Юлия Кленова, Олег Палов, СТВ В Самарской губернии успешно реализуется всероссийский проект «Волонтерский корпус 70-летия Победы». Местные добровольцы подвели промежуточные итоги своей работы. Молодые люди поучаствовали в большинстве праздничных мероприятий, раздали более 150 тысяч георгиевских ленточек, облагораживали памятные места и объекты воинских захоронений. Возле мемориальных плит были выставлены посты памяти. В апреле в Самаре прошла акция «Сирень Победы», во время которой было высажено около 10 тысяч деревьев и кустарников. Работу волонтеры продолжают и сейчас в виде адресной поддержки ветеранов. Если говорить о днях единых действий, в Москве наши ребята получили право, получили честь. Очень интересно, это не просто то, что мы пришли, мы им помогли. На самом деле это очень мощный такой образовательный, воспитательный процесс для всех, кто принимает в этом участие. Потому что каждый поход к ветерану – это своя уникальная история. Перед началом летних каникул госавтоинспекции проводят ставшую же традиционное мероприятие «Внимание, дети!». Оно направлено на снижение числа аварий с участием несовершеннолетних и предупреждение нарушений со стороны детей на дороге. Пока ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом по-прежнему остается напряженной. И, как отмечают сотрудники ГИБДД, в последнее время увеличилось число аварий с участием детей, в которых они являются пассажирами. Сейчас также проверяются состояние дорог, ведущих к оздоровительным лагерям, дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и многое другое. Знаков стало гораздо больше на каждом перекрестке, чем было в советские времена. Кроме того, если дорога имеет несколько полос, то по новым требованиям сейчас знак, который у нас стоит на берегу, на земле, он же еще продублирован над проезжей частью в небе. Получается один знак здесь, один над головой у водителя. Значит, все это делается, конечно, чтобы уйти от момента, что водитель сказал, что не заметил, что здесь пешеходный переход. Крылья Советов сыграет с хабаровской командой Sky Energy. Встреча пройдет в это воскресенье в Самаре. Наш футбольный клуб – один из лидеров первенства. Волжане борются за звание за возвращение в элиту отечественного футбола, российскую премьер-лигу. Сейчас в активе крыльев 67 игровых очков, и они одни из лидеров. А вот хабаровские гости занимают 14-ю строчку. Стоит отметить, что в этом сезоне волжане проведут еще один матч. 30 мая самарцы сыграют с «Химиком» из Держинска. У наших футболистов отличные шансы на победу в этих соревнованиях. Баскетбольный клуб «Самара» в межсезонье ждут кадровые изменения. Команда должна усилиться рядом молодых и перспективных игроков. Об этом нашему телеканалу рассказал рулевой волжан Сергей Зазулин. При этом основной состав кардинально меняться не будет, ведь баскетболисты проявили себя с лучшей стороны по итогам этого сезона. Слово нашему корреспонденту Александру Семенову. Ставка будет сделана на самарских игроков. Необходимо развивать мастерство самых перспективных баскетболистов, давать возможность проявить себя. Для них выстроена целая система, начиная с самых младших возрастов. У юношей есть возможность заиграть на самом высоком уровне среди подающих надежды и Василий Мартынов. Очень хорошая система в этом клубе. Есть возможность прогрессировать, тренироваться в различных командах, повышать свой уровень у различных тренеров, получать что-то новое. Считаю, очень хороший плюс для младших игроков. В межсезонье планируют составить основную пятерку игроков. Они хотят защищать цвета самарского клуба и в предстоящем баскетбольном году. Кроме того, в обойме останутся и два шестых игрока – Щепкин и Самсонов. Мы проводим не первый год селекцию по нашим молодым игрокам. Уже добавили такие игроки, как Чиликин, Мартынов, Жульков, Синегубов, Рассказов, которые первый год только работал. Я считаю, что эти игроки должны составить конкуренцию не только основным игрокам, но они должны пробиваться состав суперлигии. В следующем сезоне Самара будет биться за самые высокие места в чемпионате. В планах как минимум побороться за медали. Этот баскетбольный год стал уроком для волжан, ведь в регулярном первенстве они стали первыми. А вот по итогам плей-офф заняли скромную пятую строчку. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. У меня на этом все. Далее еще один сюжет, прогноз погоды и программа «Абзац». В завершении выпуска напомню сайт Георгия Лиманского – gslimansky.ru. Читайте наши новости первыми в социальных сетях группы «СКАТ» и «СТВ Самара». И заходите на сайт телерадио компании «СКАТ». Я же с вами прощаю. Всего хорошего. Удачных выходных. День открытых дверей в день защиты детей. 31 мая в 11.00 в жилом районе Волгарь группа компании «Амон» проводит день открытых дверей. Все желающие смогут добраться до Волгаря на бесплатных автобусах. Из Самары от площади революции автостанции «Аврора», из Новокуйбышевска от торгового центра «Сити-парк», начиная с 10.30. Гости своими глазами смогут увидеть строительство новых кварталов, готовые квартиры и дома, получить консультацию специалистов отдела продаж группы компании «Амон» и представителей банков-партнеров. Для самых маленьких посетителей состоится большой детский праздник. Более подробную информацию можно получить на сайте amon.ru или по телефону 311 11 11.